здравствуйте уважаемые зрители это программа час интервью я григорий антимонии мы продолжаем наш разговор с поэтом верой павловой и николаем трентьевым замечательным клоуном я хотел бы вот о чем поговорить во второй нашей передаче собственно сама логика нашего разговора да выводит на ковид коронавирус в общем все это даже не знаю как это сказать которой мы живем вот уже почти год да да мы рассказали о жизни которая у нас была до это уже ветхий завет теперь такой да мы рассказали о нашей ветхозаветной бешеной активности множестве проектов путешествий и это все кончилось в одночасье причем на излете был такой крещенда 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 я хотел бы этот вот разговор повернуть в несколько необычную такую сторону что такое вот с собой это пандемия и все что с ней связано что это для творческого человека разве когда мы говорим о болдинской осенью мы разве думаем что это холерное одиночество да это закрытая москва откуда там за 12 дней уехали 60 тысяч человек посмотрите что это такое было до 6000 для того времени и вот пушкин сидит в балдину и это один из самых плодотворных периодов его жизни я могу там много примеров и шекспир во время чумных эпидемий соорудил свои наверное может быть самые замечательные произведения даже сэр ньютон он закон всемирного тяготения и вот это самое самое яблоко не знаю было оно или нет но он тоже во время изоляции в ульях муравейниках на краю земли сроем современников временность дели прячь стихотворение в общую тетрадь продлевать мгновение вечность коротать ну нужно об этом говорить как великие поэты и писатели как они проводили время ну понятно что там были какие-то творческие но например вот из тех кто то что вот я нашел очень интересные для меня были открытия что но пушкин очень много ездил верхом в это время и так радовался что никаких людей вокруг не было и он мог делать все что хочет он мог приезжать писать он мог спать до трех часов дня в общем выпить утром кофе и ложиться снова спать ну короче говоря это была полная свобода вы это так не воспринимали можно стихи да недописанное переписывай на бумаге веленивой рисовой недочитанное перечитывай из сокровищницы малахитовой доставай украшения забытые пережившие три поколения и в разлуке со всеми испытывай единение уединение оказалось что у единение и у единение разница всего одна буква и это очень точно передает то что я чувствую с одной стороны я наконец получила уединение которое то которого мне так не хватало во всех этих перелетах приключениях выступлениях концертах переездах а с другой стороны парадоксальным образом в этом уединении я почувствовала себя единой прям со всем человечеством и получилось парадоксальнейшее сочетание с одной стороны полный покой меня у меня нету календаря я не должна беспокоиться что я что-то не успеваю к сроку написать какое-то выступление не успевают репетировать полный покой календарь молчит календарь не диктует мне ничего но с другой стороны этот внутренний покой он окружен вокруг оболочкой тревоги за всех не ища последней ясности не жалея ни о чем на подушке безопасности засыпает вечным сном путешественник во времени в промедлении виноват в неизвестном направлении покидая циферблат в дневниках у толстого есть такая запись писать так как будто в соседней комнате умирает любимый ребенок он знал о чем говорил да он похоронил половину своих детей и вот здесь тоже такая ситуация с одной стороны тишина внутри а с другой стороны вокруг гул тревоги за всех и это оказывается вот это высекает искру творческую вот именно вот из этой точки хорошо пишется одновременно покой и тревога которые борются друг с другом так вот вот в этой диалектической борьбе рождаются стихи вот уход от суеты да ощущается о еще как еще как и при этом оказывается что вне суеты время идет совершенно иначе его становится много оно как-то расширяется вот раньше оно как-то так в долину шло а теперь оно как-то в ширину пошло не могу это сказать точнее сейчас оно идет в ширину и в высоту вот это его прямизна исчезла на какое-то стало такое трехмерное четырехмерное время ас сие писах чтобы тёк и тёк в песочных часах золотой песок в времени клондайк вечности азы ставлю миру лайк переворачивайте часы меня радостно удивило количество иронии шутки знаете может быть запредельного иногда вот ухода да вот в эту в эту сторону на фоне того что это все-таки трагедия да да действие равно противодействию стихи идет на нас а мы все собрались подставили плечо мы отражаем этот удар у нас сейчас появилось единение у единения да появилась замечательная семейная традиция раньше мы созванивались лучшем случае раз в неделю теперь происходит у нас происходит так называемый тэблет ток знаете это я очень горжусь этим каламбуром это я придумала есть тэйбл ток да застольные разговоры я добавляю всего одну минуту одну буковку тэ тэблет таблеточные разговоры дело в том что моя мамочка она живет в москве ей 80 лет и мы тут выяснили что она забывает принимать очень важную таблетку поэтому теперь уже два месяца не пропуская ни одного дня в час дня вся семья собирается в мессенджере фейсбука это тэблет ток все подсоединяются моя дочка в Нью-Йорке моя дочка в Риме мой брат в Калининграде мои племянники один в Праге другой в Москве и мамочка в Москве мы все в одно время как по часам это просто удивительно я нажимаю кнопочку группа я нажимаю кнопочку соединиться и в течение минуты вся семья на экране мы сначала внимательно все вот так вот смотрим как мама глотает эту таблетку мы убеждаемся что сегодня она ее проглотила и дальше мы разговариваем час разговариваем час всей семьей каждый день и каждый день каждому есть что рассказать Наташа рассказывает что она спела мой брат обычно в это время что-то там делает из керамики и показывает нам что он уже обжег что у него получилось Лиза рассказывает что она снимала вы понимаете мы разговариваем каждый день по часу этого никогда не было когда все шло хорошо и никто из нас до сих пор не чувствует что эти таблеттокс что это какая-то обязанность то есть мы все радостно мы ждем когда там будет час сегодня этот час нас достал в машине мы из машины посмотрели как мамочка проглотила таблеточку мы не можем это пропустить это такое чудесное совершенно чудесное я прямо думаю вот кончится карантин как же мы будем без этих таблеточных конференций люди слезы бога говорят буддисты выйду на дорогу улыбнусь кремниста я усмехнусь пустыня рассмеюсь заплачу нет я не остыну на щеке горячей ну да еще меня удивила схожесть в общем реакции на одну и ту же похожую ситуацию вроде это было там даже в каком-то там 14-15 веке потому что эпидемии сопровождали человечество всю жизнь да вот и это зависимость она продуцировала одни и те же реакции ну скажем когда нет лекарства надо изолировать нужен карантин вот нет нечем лечить мы не знаем чем лечить да это было так и с чумой и с оспой и с холерой в общем все эти мировые эпидемии точно так же сейчас да 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 мы почувствовали как мы недалеко ушли от наших да независимо вот как все было недавно московская чума тридцатые годы девятнадцатого века да да испанка каких-то сто лет даже даже в каких-то нюансах маленький такой кусочек из письма Натальи Гончаровой которая тогда не была еще да в общем они были только помолвлены да он пишет ей устроено пять карантинов отсюда до москвы и в каждом мне придется провести четырнадцать дней изоляции вот так как это похоже правда ой как похоже Колина Маша она недавно летела из Германии в Австралию к своему любимому она прилетела и ее сразу из аэропорта отвезли в отель в котором она провела четырнадцать дней не выходя из номера то есть ей приносили к двери еду три раза в день ставили и она так провела четырнадцать дней если бы она вышла из номера она бы заплатила сразу огромный штраф а так она всего заплатила три тысячи долларов за эти две недели пребывания в гостинице вот была цена встречи с любимым снегопад Петипа и Петра Ильича на пуанты стопа не стуча не топча белизны красоты рукокрылый полет улетай а следы музыка заметет еще интересно было то что я когда вот с этой стороны стал смотреть на то что происходит сегодня оказалось что вот какие-то вещи связанные с юмором с шуткой с иронией казалось ну не то что неприличные ну неуместные да вот вот они прежде всего проявились в интернете потому что там действительно полная свобода самовыражение без всяких и там очень интересные вещи даже появились специальные группы которые называются там самоизоляция и там такое активное творчество особенно визуально ну допустим там сикстинская мадонна значит не с младенцем а с кошкой на даче ну в общем ну такие вот обыгрываются именно и стихи вот я нашел сейчас я вам покажу несколько интересных таких стихов я нашел такой польский молодой поэт его зовут Филипп Матвейчук он живет в Польше вот кусочек да из его стихотворения мне кажется что он у вас найдет отклик мозги у кретинов вырастут от детокса спиртного и разной дури никто не сможет купить все бабки просрали на мыло а в чистых своих ладонях люди будут держать стихи со слезами умиленья повезло родиться женщиной опускаюсь на колени у кроватки зарешеченной молоком жарптичьим брызни колыбельная мелодия дрожжевое тесто жизни откровение чадородия да это абсолютно точно уже в апреле я участвовала в поэтическом марафоне политехнического музея собрали поэтов которые онлайн читали каждый по 15 минут и это длилось по моему 12 часов то есть вот очень был действительно длинный настоящий марафон его посмотрели 300 тысяч человек понимаете 300 тысяч человек нашли время на то чтобы слушать стихи может быть за не менее других занятий а может быть еще у поэзии какой-то поддержки какого-то утешения было тогда ощущение что поэзия стала нужнее чем прежде первая глава эпиграф и назвал бог свет днем а тьму ночью и был вечер и было утро день один бытие глава первая строфа пятая первое небо и земля ты начал с неба скованного тьмою как льдом ты начал с неба и земли и небо нависало над землею и раздавило б если бы не и и божий дух носился над водою еще не сотворенный и вдали ржавели горы рваною грядою не вовремя но горы не могли себя поверить книгой ибо книга во тьме таится ибо воды лика не отражают и закона нет и тянется предвечной ночи иго до страшного немыслимого мига когда во всей вселенной вспыхнет свет и мы с Колей тоже внесли свой вклад в увеселение тоскующего тревожного человечества мы с ним сделали серию видео которое называется виртуоз шарманки Коля доставай ну вот тут у нас шарманка да я вот все обращаю внимание зачем ты ее принес а чтобы сыграть какое-то произведение потому что ведь это же не так просто в общем то дело в том что Колин юбилей выпал как раз на карантин на карантин да это избавило нас от необходимости придумать пучные торжества можно назвать но не избавило меня от необходимости сделать дорогой подарок вот это подарок мне это он можно назвать цифру от одного до девяносто девяти девяносто пяти именно столько здесь треков да вы назовите эту цифру и мы сыграем специально для симпатичного Грегора как это концерт сколько номер пять значит здесь здесь ноль а здесь пять здесь вот здесь это ноль а это пять да вот вот именно сначала это ноль да а потом наоборот ты еще не полностью освоил нет ну зато я умею крутить между прочим это не 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 такой уж не такой навык а можно я сначала стихи прочитаю шарманочные конечно по любви по дружески за пару спелых слез намели мне музыки шарманщик виртуоз сделано безделица на совесть на века мука перемелется просыпется мука придется петь подпевайте хор мука 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 ну вот петь ность она это не лист нас всего это не же это не только Не услышит Странно, мы ехали сейчас в машине, по радио была, да. Серенада эта, Шубертовская. Это был номер 5? Да, конечно. Да, здорово. Мы у нас все по-честному. Ну хорошо. Так что гадание означает, что сейчас время для любви. Кто в спальне, Кто в молельной, Хозяйка хаты С краю, Тишайший Колыбельный, Рев бури Заглушаю, Устала Биомасса, Спит Зайка Подберезкой Чайковского Ибрамса То в детской, То в сиротской. Я перебила, простите. Не, не, я хотел просто Поделиться с вами Одним анекдотом На эту тему, да, На тему коронавируса. Они уже появились. Он мне Он мне очень, очень понравился. Так, это Коля Разыгрывает скетч, Он у нас есть в записи, Мы его обязательно здесь вставим. Тя-тя, Я хочу сказать вам, Как сказать, маленький шаг В русском. Ане-к-дот. Ане-к-дот. Я вам скажу По-endersу 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 Я уже не начну. Я сейчас расскажу. Я расскажу вам анекдоты. Почему вы ловите? Я уже не начну. Это скетч. Ладно, извините. Значит, это звучит так. Настали страшные времена. Люди моют руки. В семьях дома готовят еду. Родители общаются со своими детьми. И кто знает, может, дело дойдет и до чтения книг? Боже, сколько я сегодня вещей сделала впервые за 9 месяцев. Мы 9 месяцев не ходили в гости. Я сегодня впервые за 9 месяцев надела кольца. Надела туфли на каблуке. Я вообще разучилась ходить уже на них. Подушилась. Коля, я сегодня подушилась. Ну, хорошо. Давайте вернемся к вам. Значит, вы после этих бурных трех лет попали в эту систему изоляции. Вы все выдерживаете, как велят? Абсолютно. Ну, вот первый раз человека видим живого. Вы живой? Значит, вы ни с кем не общались. Никуда не ходили. Однажды мы встретились с Колинами учениками в парке. Они были на нас в расстоянии 5 метров. Мы танцевали под шарманку. Было весело. И теперь я думаю... И я не думаю с артуром. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И все будет как было Но мы по-другому будем оценивать кое-какие вещи Мы, например, таблеточная конференция Пожалуй, приучат меня звонить маме каждый день Жизнь пойдет своим чередом Но она будет как-то очень большой след Потому что то, что произошло В нашей памяти никогда не было Мы этого никогда не ощущали Жители планеты Мы никогда не ощущали вот такое Может, сто лет назад была эпидемия гриппа Она была страшная Три года же была Но я увидел, насколько люди Легкомысленные Эгоистичные Глупые И, конечно, трусость Деятелей многих Вот это мы увидим сейчас Беспомощность Беспомощность Да И совершенно нежелание Ничего Даже иной раз казалось, что Как же так? Почему ничего не делается? Потому что не знаю, что делать И кроме медицинских каких-то распоряжений То есть должна быть воля Чисто социальная воля Главного какого-нибудь руководителя Во всех странах И вот это чувство, что как недалеко Мы ушли от предков Да, вот они сто лет назад Толченными Двести лет назад Толченными лягушками лечились Да Сто лет назад Не знаю Окуриваниями какими-то И мы сейчас тоже Ну, хоть лягушек толки, правда? Ну, вот еще одна вещь такая Мне показалась очень явная Которая везде происходит Что это сделали карантин? Почему этот карантин? Если 90% это Кто? Вот старички Значит, а мы-то Почему нам-то карантин дают? Это страшнейший эгоизм Это легкомыслие с эгоизмом одновременно Потому что Ну, это уже смешно даже об этом рассуждать Люди умирают миллионами А, и говорят Зачем нам сделали карантин? Или конспирология? Вот эти вещи, конечно Которые происходят Это грустно В принципе, конспирологические теории не новая А хорошо забытое старая Эпидемию испанки в 1918 году Связывали с распространением радио Вспышку SARS в 2003-м С 3G и так далее Еще одна теория основана На чапизации населения За которой якобы стоит Билл Гейтс Который спонсирует программу Вакцинации в Африке Ее с радостью подхватило Движение антипрививочников Некоторые по инерции кивают В сторону Баффета, Рокфеллеров И мировых элит Говоря, что коронавирус Это их идея И после того, как вирус или вакцина Сократят количество людей на Земле За теми, кто останется в живых Будет осуществляться контроль Посредством 5G А вы знаете, откуда слово это? Карантин Да, 40 дней Это венецианский карантин Венеция первая Какое-то время Удерживала наступление Черной смерти Введя 40-дневный карантин Для кораблей Но Черная смерть Свою взяла Все равно А вас не поразила Вот в эти дни Такая ситуация Не знаю, сталкивались вы или нет Вот как ты сказал Об этой теории заговоров Как люди оказались податливы На самые нелепые Даже чудовищные слухи Предположения В общем Причем люди, которые, казалось бы Много видели Путешествовали Образованные Как вы это объясняете? Паника Паническая реакция Сразу идет регресс Интеллектуальный Паника сразу Паника же, она выключает Высшую нервную деятельность Паника говорит Беги Если происходит что-то Опасное и неожиданное То вся вот эта тоненькая Пленочка интеллекта Куда-то девается И включается первобытное Беги Страшно Дочери Жене Тещи Рощи Рыбака Лед Трещит И в полынье Тают Облака А рыбак С ведром Плотвы Семенит Домой Мокрый С ног До головы Весь Насквозь Живой Ну я думаю Что Или Ты права Или наоборот Бей Беги Это в таком Наверное Широком смысле Спасайся Беги Находи виноватого Да Конечно 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 Здесь еще Как бы нет времени думать Надо реагировать И дальше ум выключается Я согласен Первобытные какие-то Гремучие реакции Да Ну еще есть Одна вещь Люди хотят Открыть Дверь Одним ключом Все двери Это общий знаменатель Не бывает Одного решения Вот какой-то То есть Вот в этом Совокупность Ошибок Совокупность Чего-то Происходит И Ход вещей И так далее А люди не думают Об этом Им надо найти Простое И какое-то Определенное Вот Определенный Вывод И они нашли его Им подсунули Может быть Кто-то Слушай Так это почти Средневековые дела И Конечно Когда Возникала Ситуация Эпидемии Там кто-то говорил Из-за этого Нельзя женщин Пускать в церковь Ну конечно Или там Евреев надо Изгнать из Испании Это фарм Какая-то логика Вот темной бунт В Москве Кто-то пускает Слух Что чума Пришла потому Что одной иконе Не воздаются почести Это богородичная икона На одной из кремлевских башен И что это вот эта икона Нагнала На Москву чуму И все идут к этой иконе Начинают туда нести Какие-то В общем Какие-то ей делать подношения Ей молиться А потом Чем кончается Убивают настоятеля Срывают эту икону со стен Что это? А это было 200 лет назад Икона Навела чуму на Москву Потому что ей не носили Подношения Ей не пели молебны И вся Москва поверила И все туда ломанули К этой иконе Вообще грустно, да Что в общем Цивилизация Это действительно Такая тонкая пленка Я родине инородна На заметку Я думаю Я думаю, все-таки Надеюсь Я оптимист Я думаю, что этого не произойдет Кстати, смех Ирония Поэзия Искусство спасет Вот Это одна из вещей И религия То, что мы Как раз Имеет человечество Это как раз и спасет Но именно религия А не предрассудки Потому что это Разные вещи Они отличаются Друг от друга Рождественская Амнистия Ангелы На снегу Устами Младенца Истина Глаголит Агу Агу Мадонна В старом халатике Сыплется Снежный Прах Влестит Молоко Галактики На Неумелых Устах Вот поэтому мы Крутим ручку Нашей шарманки А я за время Эпидемии Сложила новую книжку Которая Сейчас Находится В типографии Знаете, вот когда Моя книга в типографии Когда она печатается Такое ужасное состояние Может быть, поэтому Я такая возбужденная Потому что Я все время В голове повторяю Свои стихи Из этой книги Как будто бы я диктую Печатному станку Как она называется? Она называется Записки Счастливого человека Это название Требует своего Объяснения Несколько лет назад Мне приснился сон Мне приснился Мой папа И что Он Издал книжку Она называлась Записки Счастливого человека В ней было 500 страниц И на каждой Было написано Одно и то же Ушел на рыбалку Целую Толя Ушел на рыбалку Целую Толя 500 страниц Я рассказала об этом подруге Она говорит Ты же должна Издать эту книгу Я сначала Так и думала Что я возьму Тетрадь 500 страниц И на каждое Это напишу И сдам папину книгу Потом я решила Пойти дальше Я стала собирать Записки Счастливого человека Со своих друзей В фейсбуке И со своих Слушателей На концертах То есть я просто Им давала бумажки И просила Напишите вашу записку Счастливого человека Куда бы вы ушли Где ваше место счастья Куда можно уйти пешком Вот что бы вы мне написали Ушел куда Я бы ушел на футбольный матч Вот Как жалко Что книга уже сдана Я бы включила Вашу записку Потому что я включила В записку 200 записок Разных людей То есть у этой книжки 200 соавторов Вы как бывший болельщик Спартака Меня понимаете Абсолютно И более того Что такие люди были В моей книжке Есть какие-то Люди Которые написали Ушел на футбол Причем было два человека Но они ушли на футбол По-разному Ушел на футбол Целую Сашу Это был Колин зять Который футбольный судья Поэтому он ушел туда Поэтому он туда пошел Работать Ну и ушел смотреть Футбол Написал еще какой-то Счастливый мужчина Так что в этой книжке Будет 200 записок Разбросанных По ней Вообще эта книжка Очень странная У нее есть подзаголовок Хорошо темперированный Календарь Сейчас когда Календари сломались Мне захотелось Сделать свой календарь Сначала я даже Задумывала его Как отрывной календарь Чтобы прямо Можно было Отрывать странички Но Не удалось Это сделать технически Потому что Тогда бы этих страничек Было 365 листов То есть это 700 полос Очень толстый блок Бумажный блок Распадалось бы Поэтому сделали Такой вытянутой формой И каждая страница Разбита пополам Сверху идет Стихотворение Потом идет 1 января Дальше 2 января 3 января Вот так через всю книгу Идет таймлайн Некоторые числа Повторяются Некоторые дни Мне захотелось Остановить Например там 7 штук 31 августа Целая неделя 31 августа Длится у меня там Целую неделю Потому что Очень не хотелось Чтобы не Очень не хотелось Чтобы лето кончилось Время Ремешком Часов Врезалось В запястье Встреча Стрелок Ты готов Дегустатор Счастья Откупорить Новый Год Придерживай Пробку Начинай Обратный Счет Надрывай Коробку Уверяй Что Очень Рад Тостов Не Складуха Поцелуи Не В попад В нос Подбородок В ухо Ну и там Кое-что Я себе позволила День рождения Свою Подзадержала На пару дней Новый год Подзадержала На пару дней Так что Это немножко Больше Чем 365 Дней Так вот Сверху Стихотворение Дата А внизу Всякая Всячина Как на отрывных Календарях Сзади были Рецепт Пирога Или там Как вылечить Мозоль А здесь Вот что-то Вот И внизу Идут Какие-то Такие Воспоминания Дневниковые записи Выписки Из чужих Книг Вот такое Что-то На самом деле Стихотворение Это как Вдох А это Как выдох То есть Немножко Пауза И поэтому Мне удалось Вогнать В одну книгу Очень Очень много Материала За счет этого Вдох Выдох Вдох Выдох А на обложке Чтобы подчеркнуть Вот эту Двухстворчатую Структуру Песочные часы Песочные часы Во сне Ворочаются Сбоку Набок Бессонница На что Он мне Пророчество Убогий Навык На спинку Лягут На живот Пригреться С головой Укрыться Все Обойдется Все Пройдет Все Повторится Сверху написано Вера Павлова И это имя Так вот В дырочку Как бы устремляется Внизу записки Счастливого человека Да Вот так вот Да И вот здесь Вот эта точка Времени Как вот Горлышко Песочных часов И вот так День за днем Стекает Потом перевернул Время идет Опять Вот такая вот Хорошо темперированная Книга получилась Куча стихов Куча прозов Куча всего Задынула книги Ангелы допели Но чезарно Лучезарно течение вечера Обнимаемся Обнимаемся Около речки Человек И его Человечиха Человечица Ими речка Все наладится Все наладится Все наладится Никуда не спешить Не бояться Не успеть Наглядеться Нагладиться Налюбиться Налюбоваться Наверное Мы и раньше Туда ездили Но удавалось Вырваться На день Другой А тут Мы туда заехали В начале Июня И такой нам Достался Хороший участок На таком Полуострове Совершенно Уединенный Нам так А мы еще Лодку купили Надувную В общем На этой надувной Лодке Приплыли К этому Уединенному Мысу Высадились Туда Поставили Палатку И это было Просто идеальное Место Вокруг Это озеро Чистейшая вода Здесь сосны Вот список Негромких Прав Пасти Стрекозу На книге Валяться В ногах У трав Поклоны Бить Земляники На ветку Платье И плыть Ползком Без всплеска Слепую Навстречу Солнцу И пить Из синего Блюдца Озера Воду Живую Земляничными Тропинками Отведи Меня туда Где на семь Персон Кувшинками Сервирован Стол Пруда Там Стрекозы И Подлещики Там Спасибо Добрый Сон Навсегда Живые Плещутся Шесть Возлюбленных Персон Поставили Поставили палатку А потом Вроде бы Надо уже За едой Ехать Я говорю Коля А давай Мы оставим Палатку Здесь И мы Оставили Палатку На этом месте Сели в нашу лодочку В машиночку Домой Дома Помылись Еды купили И обратно туда А палаточка Стоит Все прям Все стоит Гамак висит Палатка стоит И полотенца На веревке висят Чтобы все видели Здесь живут люди Там топор Палатка Оставляли Все Вернулись Все на месте Пожили Недельку Все съели Надо ехать домой Я говорю Оставляем Мы домой Вернулись Все нами И так мы туда ездили Все лето Мы ходили голые Никого нет Мы купались голые Никого нет Мы были Адамом и Евой Это было Начало времен Это был рай Это было до грехопадения То есть там Нет такого пляжа А вот Такой обрыв Спускаешься И камни И сразу Глубоко Это самое лучшее Что мы там Только не делали Я например Выяснилось Что я могу Плыть на спине Одновременно Играть на флейте Да Правда Правда Я играла Брамса Плывя на спине Вот до таких Вещей Додумываешься Истачает Нектар Пестик На распашку Душа Цветка Поцелую Тебя В крестик На груди И в нолик Пупка Поцелуй Похвалы Лесней О как Чресла Твои Крепки И цитируют Песнь Песней Золотистые Волоски А как вы думаете Кстати Адамьева Были счастливой парой О не то слово Мы по себе знаем Проверено А почему Они были свободны Когда все за тебя решено Ты становишься таким свободным Вот все за нас решено Вам нельзя это Нельзя это Вам нельзя никого видеть Вам нельзя ни с кем встречаться Вам можно только вот здесь вот жить В этом раю И это так хорошо Вообще Идеально Кстати У Евы Не было шанса Рассказывать Адаму За каких бы других мужчин Она бы вышла замуж Правда Да Конечно Мне стойко предлагали А я Свою жизнь Положила А у Адама Не было бы шанса Рассказывать Еве Как хорошо готовила его мама Да Как заканчивался один мой стишок Ты запивай Я подпою Такие песни Сладкопевец В рай возвращают А в раю У Евы Не было соперниц А вот за эти Дни карантинные Вы Чему-нибудь новому научились? Ну, совсем новому Я научилась машину водить Да? Угу Ну, конечно, я еще ни разу никого не обогнала Кучевые облака Ну, до парка могу доехать Ну, все-таки Сто километров ездила А какое мое было первое путешествие? Знаете, какое? За рулем от дома до места На кладбище Потому что мы Коле купили место на кладбище Вот такие вещи Тоже вот только во время карантина Находится время, чтобы сделать важные вещи Поэтому мы Коле купили место на кладбище Такое хорошее Такое красивое Можно показаться странным Что купили место на кладбище Это какой-то Ну, в общем, какой-то Никто не собирается умирать И я, в общем, не собираюсь пока Ну, это какое-то хорошее Правильное дело Мало того Это деревенское кладбище Вообще, самое настоящее деревенское кладбище О чем мое стихотворение? Да, вот давай Надеясь, не съест, не выдаст На кладбище городском Купили место на вырост На черный день, на потом Там свет, как ветер неистов Там синий пруд А за ним клуб авиамоделистов Полеты по выходным Там наше кладбище Забор Клуб авиамоделистов Это такая прелесть И туда я доехала И туда я доехала По сельским дорогам Ну, да, хорошо Вера, мы говорили про шутку Ирония Ирония Вот в ваших стихах много Смешных образов Самоирония Да, в общем, это тоже одна из ваших Я думаю, сильных сторон А как вы считаете Есть разница между юмором у мужчин и женщин? И в чем она? Да, я думаю, нет Здесь как раз меньше всего гендерных отличий Я не знаю Это как-то Это черта характера Словесного юмора нет Конкретного человека Ну, потому что у нас разные области искусства Да, да, да Клоун и клоунес Это разные вещи А вот шутник и шутница словесная Я думаю, что так Я спросил так, в общем, не случайно По поводу мужского и женского юмора Поскольку, ну, есть такие теории Которые говорят, что у женщин вообще чувства юмора, в общем, нет Так у них души нет? Да, души нет Конечно Души нет У них У них Это же Да Самомнение и заблуждение Есть даже такая шутка, что Что женщины делятся на две категории Одна из них не может рассказать анекдот А другая категория не может его понять Ну, хорошо Еще что может сказать о вашем пребывании в заточении? Ну, конечно, это Выйной раз хочется Потому что я человек общественный И хочется Я про себя говорю Хочется там с друзьями Хочется спектакль сыграть Хочется отдать что-то, выступить Ну, это естественно Нормальное человеческое желание Я наслаждаюсь уединением А Коля мается Нет, я не заберу Ты точно не перетекаешь? Нет, нет Нет, я не заберу у тебя кашу, мама Скажи честное пионерское Честное пионерское не заберу Верни мне назад мою манную кашу А у меня нет манной каши Я тебе только что дал манную кашу Ты ее положил У меня свидетелей тут полно Дай мне манную кашу Верни Была каша манная А стала Остала Карманная Ха-ха-ха Коля хочется на сцену Чтобы его как-то утешить Мы стали делать совместный спектакль Мы давно носились с этой идеей И дома? Да, Кой-что репетивый Не только дома У нас есть рядом небольшой парк И там мы обнаружили летнюю сцену Сцена, сидение И мы туда ездим Эстрада Эстрада, да. Скамеечки такие стоят, тут сцены под крышей. Мы туда ездим и репетируем. И даже у нас уже были зрители. Мы репетируем, какая-то русская семья идет, сели. Мы им сыграли, они хлопали. Так что Коля даже немножко повыступал. Такой странный спектакль. Клоун и поэтесса, мим и словесница. Кажется, противоположнее персонажей не встретишь. И вот мы хотим разыграть встречу этих двух начал. Бессловесности и слова, тело и бестелесности. Вот это всего. У нас уже есть наброски очень неплохие. По любви, по-дружески, за пару крупных слез. Мамели мне музыки, шарманщик-виртуоз. Сделан на безделица, на совесть, на века. Мука перемелется. Просыпется мука. Интересно. Самая главная попытка найти, как это можно совместить, чтобы наиболее полноценное искусство клоунады, пантомимы, ну вообще лицедейство и поэзия. Иной раз их не надо иллюстрировать, они могут существовать в разных совершенно плоскостях. И еще идет о том, что выступая и создавая вот эти вместе, вдруг происходит какая-то общая тема и диффузия, проникновение друг в друга. И вот один делает что-то, или стихи каким-то образом затрагивают этого персонажа. И этот персонаж вторгается в жизнь. Вот, например, у нас один получился момент, вот идет мужик. У Веруни есть стихотворение, идет мужик. Она смешная такая. А он вдруг идет, по-настоящему идет. Пошел, да. А он идет, а он сам по себе, он делает свое. Вот. И вдруг это начинает, где-то оно сходится вместе. Вот. Ну, здесь очень важно ни в коем случае не окунуться в иллюстрацию. Вот одно, другое. Донтанка работа. Да. Рабочее название по обе стороны поцелуя. Вот. Чистая тетрадь, красная строка, заново назвать, раз и навсегда, солнечный мороз и ковры снегов. Как это звалось раньше, до стихов? Вера, можно такой сугубо личный вопрос, да? Вот Коля ваш пятый муж, правда? Да. Я просто люблю цифру пять. Угу. Можно ли сказать, что вот ваши предыдущие мужья обладали чем-то, что их объединяло? Что в каждом было что-то похожее друг на друга, вот доходя до Коли? Что их объединяло? То, что я их любила. Это хорошо, да. Но они были совершенно разные. Они были совершенно разные. И вот это странное чувство, которое я смогла для себя сформулировать после одного мистического обстоятельства. Однажды, пару лет назад это было, я открыла свой ноутбук, открыла почту. Обычно нажатием кнопки почта открылась, и я увидела, что на экране вот так вот сколько хватает глаз, все письма от Стивена, от моего покойного мужа. Все до одного. Снизу доверху. От него. Я не сразу поняла, в чем дело. Потом я поняла, что каким-то непостижимым образом почта открылась не на первой странице, а на самой последней. На 2006 году. Я стала читать эти письма от Стива. И они были полны любви, нежности, заботы. И она каждой отвечала. Вот сейчас из этого своего года. Я их все дочитала, заплакала и поняла, что каким-то образом моя любовь к Стиву усиливает мою любовь к Коле. То есть каким-то образом эта любовь, любви, все впадают одна в другую, как вот реки в море, друг друга усиливая. Это было прям физическое ощущение. Точно. Тихотворение есть? Страстный дуэт затих, высох любви мед. Можно любить двоих. Если один мертв, первым покинул дом, спрятался в шар земной. Если второй о нем плачет вместе со мной. Богонапорная башня, колокольни, Кладбище то ли пашня, то ли штольни, Пух над воскресным пейзажем. Тополиной. В землю горшечника ляжем, Станем глиной. Тут пока полежи. Приют для родного гроба. Верхние этажи Подземного небоскреба. Радость моя, прости, Замешкавшуюся мне бы Вместе с тобой скрести Сосновую крышку неба. Тут земли на краю. Небо становится ближе. Видишь меня? Стою на залитой солнцем крыше. Вы часто в людях ошибались? У меня есть такой оселок, такое проверочное слово. Мои стихи. Мои стихи, они меня ограждают от плохих людей. С какого-то момента, очень раннего, как только я начала писать стихи, стихи стали выбирать для меня окружение. Люди, которые приходили в мою жизнь, приходили через них. Через стихи. Коля ведь тоже пришел в мою жизнь благодаря стихам. Если бы я не писала, мы бы не встретились. И мои стихи меня ограждают от плохих людей. На эту наживку плохие люди не клюют. Поэтому мне даже не приходилось ошибаться или не ошибаться в людях, потому что мои стихи в них не ошибаются. Удобряя себя молебными Виноградную кровью кагором Запевая спасенье хлебное То дуэтом, то сольно, то хором Напевая печально, весело Эпитафи, эпиталамы В неустойчивом равновесии На краю Платоядной Ямы. А у тебя куда? Ой, у меня все намного проще, но Я Живу Как птица Есть воздух Я им дышу Вопрос Какой? Как у меня проходила моя жизнь Ошибался ли ты в людях? Ну, конечно, ошибался Но Мне кажется, что у меня хорошая интуиция Что я Что я вот вижу людей Но Иной раз Думаешь Да, видишь недостатки этого человека И Думаешь, ну С этим можно примириться Вот Оказывается, не всегда Вот Потом Есть разные люди Злодеев-то, в общем-то, я не встречал Так вот Я с ними близок не был Злодеев Можно я отвечу стишком? Давай И умозаключением Давай, давай Вы ответите за Колю? Да, за Колю Да, потому что я не знаю, что сказать Трудно У Коленьки коленки Ключицы локотки Как у нацетилетки Мучительно хрупки Смешивший мир Да Колик Со сцен десятков стран Ты, Коленька, дошкольник Ты Детство Ветеран Вот это ответ на ваш вопрос Коля, он дитя Поэтому он, в общем-то, не ошибается в людях Потому что дети в людях не ошибаются Они как Как звери Они Видят людей насквозь И мне кажется, у Коли осталась эта детская проницательность Да? Ну Ты согласен? Конечно Что ж Что тут говорить? Ну, конечно, согласен Ну, вообще не очень Как вам быть? Идёт людей насквозь Эхэха Мы друг на друга влияем Я вот отвечаю на вопрос Мы друг на друга влияем и в хорошую сторону Потому что я сам чувствую Даже несмотря на то, что Вера на меня влияет очень хорошо Я очень многим вещам научился Новым каким-то Во-первых, я не врал В своей жизни Иногда по мелочи Скажешь что-нибудь такое Случайно А вот Вера Когда я оказался Влюбился в любви Мы стали жить И согласии То Она говорит, врать не надо И я вот с тех пор не вру Вообще не вру Я могу замолчать Не ответить Потому что это легче намного жить Тающий снег Пахнет морем Книга Ковчег Обустроим Парусный дом Каждой твари Место найдем В рифмопаре Знаете, какое у меня определение свободы есть? Я с вами не делилась Я это поняла После многолетних раздумий Свобода Это отсутствие необходимости врать Очень хорошо Да Можно согласиться Карантин, конечно, предоставил нам эту свободу В полной мере Я вижу, как Я там Как-то вот влияю Вот На меня? Да, потому что я вижу, что Она какие-то вот Мои там Ну, очень немного Чисто вот В плане только Таком практическом, наверное Оно не в тонких каких-то вещах Хотя, может Ты же меня вдохновляешь Куда же тоньше Вдохновляю Вон, сколько стихов понаписано У Веры есть еще одно качество Она очень быстро соображает И быстро наматывает на ус Какой неприличный неологизм И она быстро И сразу Применяет к делу То есть Она Узнает что-то И Как это делается Очень быстро Спали возвращенцы Под шумок метели Два седых младенца В одной колыбели Земляки-земляне Беженцы-печали На одном дыханье Ночь пересекали Столько мы учимся Мы же сейчас времени много И мы все время слушаем лекции Да Это прямо отдельно Это каждый день Это прямо отдельно Чьи лекции? Причем какие лекции? Лекции ученых Оказывается, такие лекции в интернете Можно найти Потрясающе У меня новый кумир Это Сурдин Да, да, да Это Владимир Сурдин Астрофизик Боже, какие у него лекции О космосе Мы засыпаем под них Каждую день Каждую ночь Потрясающе Наш еще очень любимый Андрей Борисович Зубов Профессор Зубов Историк Историк Волшебные лекции Добряк Утюмительный Ума и величие человек Потом у нас есть еще Илья Кормановский Да, это наука, биология Биолог А какие были волшебные лекции Седокова и Аданта 14 лекций на радио Арзамас Боже мой Я слушала это как музыкальные концерты Какая частота мыслей и речи Потрясающая лекция Великолепный композитор и пианист Иван Соколов Да, 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 Иван Соколов О музыке лекции 150 штук Мы уже 103 посмотрели 103 По 45 минут он так вот Или меньше иногда даже А наше время заканчивалось уже, знаешь А нам еще столько надо рассказать вам Да Мы можем Может быть закончим музыкой Я хотел бы в финале воспользоваться цитатой вашей Можно? Да Я могу быть счастлива только с мужчиной Который во всем меня превосходит Умнее меня Добрее меня Талантливее меня Щедрее меня Который лучше меня во всем Это он? Это он Не, я не умнее явно И это говорит о том, что он умеет Правда же? Это признание Ну Я тебя поздравляю Спасибо Ну что ж Спасибо, что вы пришли Вот И может быть что-то такое Субтитры создавал DimaTorzok И шляпа И мы пойдем по кругу Ну хорошо Спасибо вам Спасибо вам Спасибо Спасибо вам, что мы развеяли ваше заточение Правда? Да, я хочу сказать спасибо Я прощаюсь со зрителями Напоминаю, что у нас в гостях были поэт Вера Павлова И актер, мим, замечательный клоун Николай Теретьев Всего доброго и до следующей субботы За пазухой у мира На пляже Отдаленном Закладывать Шекспира Посадочным талоном Раздумывать Над жуткой Развязкой Да, похоже Шекспир был чьей-то чуткой Я, вероятно, тоже Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok